Еду на одно секретное урочище, потому что все местные копатели на протяжении многих лет не смогли установить его местоположение. Ну а я путем пробы ОШЭП за три года все-таки смог на него выйти, и это уже третий год. Посмотрим, может быть, что-нибудь удастся еще выцепить оттуда. Куропатки женятся. Да, где жених-то? Вон жених. Не успел здесь, нет. Ну ладно. Вот такая вот, если можно назвать ее чаще. Но это конкретно место урочище, поэтому оно, так сказать, относительно чистое. Третий год я сюда хожу. То серебрушку, то крестик найду. И вот думаю, что же в этом году-то выпадет. А в этом году на этом месте медная пуговка. Не видно ее, правда, особо, наверное. Толстенькая. Честно говоря, первый раз вот такое я нахожу. Такую пуговицу. Ну вот это вот место, куда я хожу, оно довольно-таки старое. Но предметы и ценности удалось найти только на дорогах и на тропинках. То есть монетки. Вот на самом урочище только крестики. И конинка. Манисты. И пока что вот ни одной копеечки на самом урочище. Это вот прям как-то даже необычно. Вот так вот. И самая обычная, возможно, находка. Копеечка. 62-го года. Честно говоря, ни разу 62-й год не попадался. Очень интересно даже. Ой, подсохло и сразу ничего не видно. Ну, в общем, 62-й год. 62-го года мне еще не попадалось. И вот здесь вот была медная пуговка. Ну, 62-й год это ничего не означает, конечно. Возможно, руссо-туриста. Ну, не зря меня сюда тянуло. Просто не зря. Третий год, третья попытка. И, наконец-то, первая монетка. И немолодая. Пока еще не видно, кто это. Толстостенные. Видно букву Н. Похоже, первый царь на этом месте. Первая монетка. Царская. Сейчас я ее отмою. Так, что это? Николай Первый. Ну, наверное, копеечка. Блин, вот подсыхает и сразу картинка исчезает. Ну, в общем, первая-первыхая копейка за три года на этом урочище лесном. Это вот прям буквально вот в том месте, где я в том году поднял манисту. Вот. И так называемый уже процесс выхаживания дал результат. О, просматривается одна копейка серебром. А, даже одна-вторая копейка серебром просматривается. Класс. Ах. Такая вот у нас рось. Итак, хронология событий. Пуговица, копейка, одна-вторая копейки, маниста, крест, 1862 год с надписью. И у меня даже очки поднялись дыбом. Еще один крест. Вот такой вот крестик абсолютно целый. Не обломанный. О-о-о-о-о. Класс. Любле крестики находить. Классный крестик. С ушком. Все, как полагается. один такой же я нашел неподалеку где-то в километре вот в лесной чаще такой же но обломанный сейчас его помоем просто идеальная сохранность крестика весь рельеф лесной песчаник просто класс красавец толстенький вот но свербит у меня это место вот уже наверное здесь нашел и вот прямо тянет вот каждый год тянет прям вот весной и осенью ну это легко объясним почему весной и осенью потому что сюда через пару недель просто будет не зайти это так сказать относительно заповедная часть то есть если ружки икри клещи поэтому встречаться нести мне с другими желаний нет но находочка просто суперская красавец просто красавец а я думал ничего не будет кстати может быть это пасха или что-то в этом роде и дорогой ныжик случайно выкопал вот такой был ныжик но я его поломай ну ладно пускай здесь лежит лет через 200 откопают люди потрясающее все-таки здесь место такой дикой дикой и жуткой заговариваюсь уже и угу обломок конинки попался и у меня вода откуда-то ушла промывочная ладно ох где же копеечка моя лежит вот она моя жена хоть и зеленая она перспектива нету тещи нихрена счета на руси погода меняется и вот под этим бревнышком в этом загадочном месте опять конечно видимо пошла черная полоса денег нет но вы держитесь и попалась вот четвертинка какой-то видимо монетки но к сожалению на данный момент не читаем а интересно что это такое было но скорее все монетка ладно дома отмоем будет ясно кто это был но пока что на руси погода как-то начинают немножечко портится уже не совсем так ясно что он копай не могу я никак понять где здесь что было вот там было было урочище до 50-х годов ну потому что там все находки были с 1900 года по 1040 год в этом месте ни одной советской находки но непонятно неужели здесь был один дом или что еще было но пока что это опять кусочек конинки не знаю зачем я уберу но без этого мусора проще ходить постепенно за годы его выбираешь и остается все самое ценное солдатская пуговка попалась такая пузатенькая звезды не остроконечные где же мое серебро сейчас вот чек добью отдохну противоположное направление дороги за три года я так ее ни разу не начал сейчас попробую зайти туда ну чего противоположная часть дороги 200 метров ничего не дали поэтому наверно завтра надо ехать в какой-нибудь поле или какой-нибудь полевую дорогу